Как часто ты в своей жизни замечаешь прекрасные моменты? Как часто ты уделяешь время своему хобби? А всегда ли нравится тебе твое состояние? Состояние души, состояние тела? Часто ли ты себя отлавливаешь на том, что восхищаешься тем, что тебя окружает? Много ли времени ты уделяешь на себя любимого? И сколько в твоей жизни занимает рутина? А что такое рутина? Что такое то время, которое для тебя не имеет интереса, а имеет только мнимую ценность материальных вещей? Почему спорт в твоей жизни стал спортом? Да, спортом. Не образом жизни. Не то, без чего ты не хочешь быть. Почему ты зарабатываешь привычки? Привычки бегать, привычки рано вставать, привычки рано ложиться, привычки в питании. Ты выбираешь привычки, потому что ты не можешь себе позволить образ жизни в кайф. Тот образ жизни, который не будет твоей привычкой. Тот образ жизни, который и начнет быть твоей жизнью. Ведь ты, когда ходишь в туалет, ты же не говоришь, что у меня ежедневная привычка сходить в туалет. Нет, это образ твоей жизни, это функция твоего тела. Но почему утренняя пробежка – это не функция твоего тела? Почему отдых от еды – это не функция твоего тела? Почему радость и веселье – это не функция твоего тела? Потому что ты разъединил свое тело со своей жизнью. Именно поэтому ты не можешь кайфовать от жизни, потому что мы очень часто любим это все менять, разъединять. Например, в медитации. Я выхожу из тела и освобождаюсь от мысли. Я много от чего разъединяюсь, но вы же не можете даже соединиться. Почему твоя жизнь не может быть твоим хобби? И для тебя я создала несколько марафонов. Один из них называется пранофит. Это когда твоей жизнью становится твой кайф. Твой кайф от тела, твой кайф от жизни, твой кайф от твоей энергии. Я научу тебя раскачивать свою энергию, а не сидеть все время в кредит на чужой. Наслаждайся. Это твоя жизнь, это твое тело, это твой мир. Расслабься.